видео снимается специально для канала все о стиральных машинах и бытовой техники всем привет сегодня поговорим на тему принципы работы капучинатора в кофемашине как видите меня капучинатор автоматический и сегодня я буду рассказывать о принципе о принципе работы моего капучинатора и капучинатора панорелла еще одной популярной модели к сожалению мне ее не представлено но вы будете видеть ее на своих экранах принцип работы у них в общем-то схож принцип одинаковый по принципу пульверизатора то есть молоко у нас обогащается горячим паром и смешиваясь с паром она становится более такое пенистая цель у нас как раз делать не большие пузыри на молоке а вот такую нежную пенку воздушную с мелкими мелкими пузыречками как у нас это работает расскажу сначала на примере своего капучинатора мы заливаем молоко в молочник я заливаю его немало сразу заливаю по максимуму потом просто оставляю в молочнике хранится в холодильнике хоть некоторые моют сразу после использования но у меня хранится пару дней ничего с ним не происходит не киснет я просто не люблю вот это неприятное журчание когда он захватывает там уже на донышке и молоко и начинает там шуметь неприятно так вот паром мне не нравится поэтому я наливаю побольше наливаем молока устанавливаем и когда у нас включается капучинатор он начинает захватывать отсюда по этой трубке молоко и смешивать его с горячим паром отсюда у нас уже выходит молочная пенка да после этого после того как пенка у нас выйдет мы можем очистить капучинатор здесь у нас есть кнопка клин он сам в общем-то очищается опять же этим паром уже уже вытекает в поддон скажем тогда то есть чистится он самостоятельно опять же кофемашины то есть принципе у нас такой же таков что забирается молоко и вот здесь вот смешивается с горячим паром и выходят наружу кофемашине с паноре лого тоже принцип такой же тоже забирается молоко под давлением и выдается уже с горячим паром виде такой вот пинке только там устройство состоит из трубочки да и которые выходят наружу и поэтому она намного проще обслуживании поскольку трубочку можно просто про тереть вымыть это намного удобнее чем вот обслуживать вот такое вот устройство. Его нужно промывать либо какими-то составами специальными в кофемашине, используя в кофемашине, да, либо самостоятельно под водой, под краном, либо, как я в кофемашине, в посудомоечной машине его мою, очень хорошо промывается, вот так вот просто натыкаете на торчащие штыри кофемашины, и вот оно так вот держится там, промывается как раз вот эти все, как раз видите, у меня блестит и весь мокрый еще после кофемашины. То есть вот все под давлением там как раз тоже вода попадает туда, и все хорошо умывает все эти молочные следы, поскольку они там очень хорошо размножаться начинают, и потом очень легко закисают, если немножко там уже подольше постоит. Вот такой принцип работы, что у Панарелла, что у автоматического одинаков, но, как вы знаете, есть разница и в цене, и в уходе. Цена у Панарелла подешевле, чем у автоматического капучинатора. У автоматического у нас меньше труда нам нужно для того, чтобы смешать молочную пену, да, взбить молочную пену. Поэтому, в общем-то, выбирайте тот капучинатор, который вам больше понравится, и я надеюсь, что вам будет он в радость. В описании вы можете найти ссылки на лучшие модели кофемашин, и я надеюсь, что видео было для вас полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всего хорошего, всем пока! И видео принадлежит каналу все о стиральных машинах и бытовой техники. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok